Вера Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас делал роды, Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Иисус стал нам другом, мы на деле узнали, Он врачует недуги, удаляет печали. Он нас делал роды, Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас делал роды, Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он дырует спасенье, мир и счастье без веры, и второе рожденье, только искренне веруй. Он нас делал роды, Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас делал роды, Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Мы приветствуем сегодня всех сестер, которые пришли на это место. Приветствуем сегодня всех, кто смотрит нас по онлайн. Пусть Бог благословит каждого во имя Иисуса Христа. Я хочу прочитать Исаии 57 глава, 15 стих. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Я хочу сказать, дорогие сестры, сегодня Господь будет оживлять и сокрушать наше сердце. Сегодня свое сердце открой Иисусу. Он пришел сюда прежде, чем ты сюда пришла, дорогая сестра. Он ожидал этого момента уже давно. Он пришел, чтобы оживить тебя и сокрушить твое сердце. Вы знаете, Иисус возлюбил нас вечной любовью. Иисус любит нас, несмотря ни на что. Вы знаете, мы женщины, мы практичны. Мы часто спрашиваем у мужей, ты любишь меня или нет? А Иисус сказал, я вечной любовью возлюбил тебя. И мы настолько практичны. Иисус сказал, я твое имя даже кровью написал на своих руках. И скажи своей подруге, мое имя записано у Иисуса на долонях, на руках. Похвастайся этим. Мое имя там записано. Иисус нас любит безусловно. Может быть худых или полных. Он любит нас всегда, накрашенных, ненакрашенных. Он любит нас такими, как мы есть. И не важно, мы живем в городе или селе. Это не важно. Потому что Иисус, Он сотворил всю землю. И я хочу тебе сказать, дорогая сестра, что когда ты сегодня собиралась, Бог знал твои мысли, твои переживания. Бог знал, с каким сердцем ты сюда идешь. Может быть, кто-то пригласил тебя. Может быть, ты не хотела ехать сюда. Но Иисус все знал. Сегодня Он желает лишь одно. Твое смиренное и сокрушенное сердце. И Он будет туда изливать свою любовь. И Он сегодня поделится своими секретами с тобой. И даст тебе откровение. И скажет тебе слово, которое никто никогда тебе не мог сказать, но которое заставит тебя жить и идти дальше. И я хочу сказать одно свидетельство. Когда мне было 31 год, Бог призвал нас на миссионерство в Николаев. И знаете, когда мы ехали, в Николаев, я была готова. И Бог благословил нашу дорогу. Но только я приехала в этот город, мы только получили 4-комнатную квартиру в Киеве. Когда я только приехала, я уже пожалела, что я согласилась на миссионерство. И знаете, полгода я плакала, полгода я говорила Господу, я не готова, я не могу служить в этом служении. Господи, здесь нет ни воды, здесь холодно, условий нет, все условия в саду здесь. И знаете, однажды я пришла на служение, это был четверг, я сказала Господу, прости меня, я не готова в этом служении. Но Бог для меня это служение приготовил. Я всегда была с Богом честно. Я открывала ему свое сердце. Я помню этот день, этот вечер, когда на служение приехала миссионерка, Сильвия, с Канады. И вот она вызвала молодежь, миссионеров, за которые бы она молилась. Я была в конце зала, первый раз, я была в конце зала, я была женой пастыря в этой церкви, мы служили там. И я вышла, и я сказала, Господи, я выйду, просто помолиться и сказать Господь, прости меня, я не хочу быть миссионером. Я подвела тебя, и я уже не сдала этот экзамен. Прости меня, Господь. И я даже не знаю, почему эти молодые люди вышли. Это так, Господи, сложно, быть миссионером. И знаете, она вышла, чтобы молиться за людей. Я сказала, Господь, я не могу. Она вышла, чтобы молиться за людей. я стояла в конце зала я сказала господи прости меня я подвела тебя я не сдала экзамен но бог видел мое сердце она была разбита в тот момент и вы знаете что бог сделал она не стала молиться за этих людей она поднялась по рядам и она вы знаете это слово о ужас боже я сказала я тебя этого не просила я вышла чтобы сказать тебе прости она шла ко мне она шла ко мне и я уже чувствовала что огонь идет ко мне когда она подошла ко мне она сказала я все вижу бог исцелит тебя сегодня и ты пойдешь дальше и ты пойдешь дальше вы знаете бог не только хочет нас исцелить сегодня а сказать тебе дорогая я исцеляю и ты пойдешь дальше уже другой давайте мы призвем на это место нашего господа чтобы нам быть исцеленными и пойти дальше обновленными и благословенными во имя иисуса бог всемогущий мы сегодня славим тебя за то что ты собрал господи на этом месте сестер женщин прекрасных господи боже господи может быть сегодня кто-то устал может быть сегодня господи кто-то разочарован боже пришел сегодня с болью иисус мы сегодня открываем свое сердце и молим тебя исцели каждое сердце чтобы нам уйти господи исцеленными обновленными и пойти дальше иисус только ты можешь исцелить мы отдаем свое сердце в руки твои святые позволь нам сегодня прославить тебя возвеличить имя твое господь будь с нами по имя иисуса мы славим тебя отечественный дух святой аминь аминь будем прославлять нашего господа аминь будем радоваться будем петь будем улыбаться потому что господь уже посреди нас библия написано где двое или трое а нас вот сколько посмотрите вокруг как много красоты как много искренности и простоты сестры женщины девушки только мы можем прославить искренне и просто нашего господа аминь давайте глупость давайте улыбаться для нашего господа для царя царей прославим его потому что он добрый лично к нам он добрый к каждому из нас он любит слава ему честь и хвала аминь вся земля служить господу з радостью перед обличча його підійти знаймо господь є наш бог а ми діти його уйдем спалою божий брами мы бог готови наш господь его аминь Субтитры создавал DimaTorzok Добрий день! 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 Сестрички, у нас еще много сестер стоят Давайте мы потеснимся, давайте мы подвинемся, пожалуйста Да, вот здесь руки держат, да Присаживайтесь, пожалуйста, сестрички Вот там я вижу еще вещи лежат Ага, вот сестричка, пожалуйста Давайте мы еще немножечко потеснимся Вот еще рука, пожалуйста, вот две руки Слава Богу, дорогие сестры Дорогие сестры, если уж совсем-совсем нет места У нас прекрасные ступеньки на балконе, которые покрыты ковролином Чистым ковролином, там можно присесть тоже Я хочу сказать вам, что это не самые плохие места Комфортно и свободно на ступеньках Поэтому вы можете подняться на балконы У нас также есть места в малом зале, но хотелось бы, чтобы мы все здесь поместились Дорогие сестры, прекрасное время даровал нам наш Господь И это самый великий мужчина, который есть сегодня в этом зале, наш Иисус И давайте еще большую славу Ему воздадим Он духом своим святым пришел сюда, на это место, чтобы встретиться с каждой из нас лично И я хотела бы зачитать местописание, которое написано в Евангелии от Матфея И написано замечательные слова Дорогие мои, Господь хочет дать вам сегодня мир в ваше сердце Он специально выделил для этого время, замечательное время женской конференции Примите сегодня этот мир от самого Господа И да благословит вас Господь Перед нами программа, замечательная программа для нас И я хочу пригласить на эту сцену сестру Таню Глацких Она попросила представить ее как вечно молодую сестру Она сегодня исполнит для нас свою авторскую песню Давайте мы еще ее поприветствуем Дякую, дякую Я сегодня молилась зранку, витаю всех любовь Иисуса Христа И говорю Господу, что же мне сказать моим любимым сестричкам А Він сказал, что скажи им про мою велику любовь Яка вона безмежна, как Він любит вас Яким Він особливим вас зробив И мне, и вас, и всех нас И эта любовь, она в ваших сердцах живет Нехай, чтобы вы ее пронесли через все свое життя Чтобы эту любовь, вона освятилася в вас Чтобы все люди, чтобы родные, мужики, батьки И чтобы вы всегда были с Богом И сегодня Господь нам говорит и обещает в своем слове Что Он никогда нас не оставит и не оставит И про это моя песня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Иисус Ти не покинешь меня, я знаю Ты не залишиш, сказав, обещаю И все слова твои правдиві Из тих далеких веков и до нині Иисус Ти зерка ясная Иисус Ти правда красная Иисус Спаситель миру, и лишь тогда я верю. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Но все-таки приглашаем вас в малый зал, можно их туда отвезти. Рада всех приветствовать. Еще раз хочу повторить, как прекрасно быть женщиной. Вот посудите сами, у нас есть много красивой одежды, у нас красивые волосы, у нас есть косметика, у нас есть таланты, у нас в конце концов есть куклы. Мы можем играться куклами. Вот как хорошо быть женщиной. Бог, когда создавал женщину, он сказал, весьма хорошо. Поэтому все, что мы делаем во славу его, весьма хорошо. Хорошо. Но есть одна проблема, и мы сегодня о ней будем говорить. И это правда. Мы постоянно боремся со своим лишним весом. Есть такое у нас? А можно увидеть руки тех, кто хоть раз сидел на диете с целью похудеть. Я первая подниму. Хорошо. А можно сейчас увидеть руки тех, кто на сегодняшний день с этим борется, и у него та же есть проблема и желание похудеть. Я тоже первая подниму. Слава Богу. Поэтому мы сегодня поговорим о здоровом образе жизни, а именно о питании. Как же вкусненько кушать и не худеть. Вы знаете, что есть секретики? О, не поправляться. Хорошо. Мы будем, значит, вкусненько кушать и худеть. Вот так. Спасибо, что вы подняли руку. Для меня это тоже является как бы интересной темой. И очень важно знать, как вести правильный образ жизни, чтобы всегда быть красивой. Вот давайте представим, что вы владелица автомобиля. Я попрошу на экран автомобиль, если можно, авто. Я люблю очень джипы, поэтому я взяла этот автомобиль. Представьте, что вы владелица автомобиля. И ваш автомобиль – это ваш организм. Хотите вы стоите, да? Хотите вы едете. Хотите направо, хотите налево. И что важно в этом автомобиле, вот в частности в авто, чтобы он ехал. Ехать он может двигаться двумя способами. Первый. Мы можем его толкать. Он будет ехать? Будет. А можем сесть за руль, завести газ и поехать легко. Мы с вами, имея свой автомобиль, свой организм, сами выбираем, как двигать этим автомобилем. Можем толкать, то сидеть на диете, то опять срываться, поправляться, худеть, то все-таки познать, как мудро питаться и сесть за руль автомобиля и быть в радости. Итак, важно в автомобиле эта скорость. Точно так же в нашем организме важна скорость. Называется это метаболизм, обмен веществ. Знаете такое? Это все, что мы кушаем, мы должны израсходовать. Поэтому можно разогнать до такой скорости свой обмен веществ, что кушать вкусненько и не поправляться. Мы узнаем сегодня, какие есть продукты, которые разгоняют эту скорость. Еще хочу сказать, в нашем организме, в нашем автомобиле, есть самая большая мышца. Кто знает, как она называется? Сердце – самая большая мышца. Нет, не сердце. Самая большая мышца – это желудочно-кишечный тракт. Он приблизительно 6,5 метров у живого взрослого человека. И вот нам с вами нужно так завести этот автомобиль, чтобы он не расслаблялся и не стоял. А эта мышца все время была в работе. Все время в работе была. И мы заставляем этот желудочно-кишечный тракт все время двигаться, разгоняя скорость. И есть продукты и образ такой питания, который заставляет эту мышцу все время быть в движении. И мы будем на скорости ехать. Итак, первое. Что же разгоняет или заставляет эту большую мышцу или наш автомобиль набирать скорость? Первое – это вода. Записываем. Вода. Итак, утром вы проснулись, и вы должны выпить 1-2 стакана воды. Другими словами, вы заводите свой мотор в своем автомобиле. Через 20 минут вы должны приготовить себе завтрак. Вы должны позавтракать. Дорогие сестры, я очень часто слышу, я не завтракаю, я не привыкла завтракать, я не завтракаю. Дорогой мой друг, если ты не завтракаешь, то твой автомобиль будет до вечера стоять. Скорость набирается только с утра. Поэтому завтрак – это основной прием пищи. Вы заправляете себя бензином на весь день. Это понятно? Слава Богу, будем завтракать. На завтрак вы должны есть углеводы. Например, мы кушаем с вами пищу. Это котлета, это картошечка, это огурчик. У нас разнообразная еда. Но наш автомобиль, наш организм, он понимает это только на своем языке. Белки, жиры и углеводы. И только так он сортирует пищу. Поэтому углеводы – это в основном каши. И утром должно после двух стаканов воды пройти 20 минут, далее вы едите каши. Это энергия на весь день. Потому что углеводов вы практически применять до конца дня уже не должны. Утром – основной прием пищи. Запивать еду нельзя. Если очень уж хочется пить, пару глотков теплой воды. Ни чая, ни кофе, ни компота. Пить можно после 40 минут, когда пройдет время, после того, как вы позавтракали. Следующее, что у нас идет. И вот вы поехали. Ваш автомобиль поехал. Вы завели эту громаднейшую мышцу. Она начинает работать. И уже вы не толкаете этот автомобиль, а вы уже сидите за рулем. И вам комфортно. Обед. На обед вы кушаете супчик, все, что вы любите. Ну, все, что полезно. Мясо, обязательно салаты включайте в рацион свой. Пообедали. Запивать обед нельзя. 40 минут после еды. И ужин. Вот на ужине я бы хотела остановиться немножко. Чтобы скорость нашего автомобиля была хорошей, мы должны понять одну вещь. После четырех часов углеводы мы не принимаем. То есть каши вы уже не едите, сладкое вы не едите, после четырех фрукты вы не едите, кроме грейпфрута, скажем так. Почему это углеводы? После четырех углеводы превращаются в жиры. Вот почему важен завтрак. Вот почему важно в первой половине дня заправиться хорошо. Если вы не позавтракали утром, вы сорветесь на ужине. И ваша скорость автомобиля будет притормаживать. И тогда вы будете поправляться. Поправляться. Все дело в скорости. Что же есть на ужин? Только белки. К ним относятся мясо, к ним относятся творог, к ним относятся кефир, зеленые овощи, рыба. Это можно кушать после четырех вечера. За три часа до сна можно кушать. Если вы ложитесь в 12, вы можете поужинать в 9 часов вечера. В это режим питания, правильный режим питания. Между завтраком, обедом и ужином есть два перекуса. Два перекуса. Это где-то в средине себе два часа прошло после завтрака или после обеда. Что такое перекус? Орехи, фрукты. Если очень любите сладкое, то, конечно же, можно конфетку до 12 съесть. Все такое, что вы любите и замедляет скорость, ешьте в первой половине дня. И таким образом мы заставим наш автомобиль, наш организм, не накапливать жиры и лишние килограммы, а заставим его работать. Вот эту большую мышцу, этот тракт 6 метров, он будет работать и переваривать пищу. Ошибка какая? Сестры, голодать это не значит худеть. Если мы голодаем, организм очень умный, мы дивно устроены. Он начнет откладывать в депо. Он должен знать, что вы его всегда вовремя покормите, что ему будет хорошо, что вы о нем позаботитесь. Итак, есть такие продукты, которые очень сильно заставляют набирать скорость, то есть худеть. Я хочу, чтобы вы их запомнили. Первое – это мясо, это белок. Второе – это спаржа, либо белокочанная капуста. Зеленый чай. К ним также относится вода. Вода – сжигатель жира. 2,5 литра обязательно ежедневно нужно выпивать. Она омолаживает нас, выводит токсины, свободные радикалы, все выводит плохое с нашего организма. Хочу обратить ваше внимание на специи. Корица – мощнейший сжигатель жира. Она настолько разгоняет скорость твоего автомобиля. Перец чили, имбирь. Все это ускоряет обменные процессы. Обменные процессы. А что же делать, если хочется вкусненького, что никогда нельзя не есть тортиков, нельзя кушать сладкого? Как же тогда жить? Можно. Один раз в неделю, это воскресенье, до четырех вечера. Вы можете съесть все, что вы любите. Хотите пражский торт, хотите халву, вот все, что вы хотите. Насладитесь вкусняшкой, но с условием, что с понедельника вы опять войдете в режим. Опять войдете в режим. К примеру, чтобы переварить мясо и клетчатку, ваш вот этот вот желудочно-кишечный тракт, он в шоке, когда вы ему даете кушать. Чтобы его переварить, он тратит много калорий, много энергии и забирает эту энергию с жировых тканей, где она откладывается. Поэтому за нами выбор. Или толкать автомобиль, или все-таки сесть, правильно питаться и набирать скорость. Все дело в скорости. Это все, что я хотела вам сказать. Еще также спорт. Подключите спорт и фитнес. Какой вы любите. Хочу сказать такую поговорку. Завтракай, как королева. Обедай, как королева. Ужинай, как королева. Потому что ты королева. И давайте поднимемся. Наш Господь, Иисус Христос, Он настолько о нас заботится, Он дает нам мудрые советы. Он учит нас, как правильно питаться, как быть мудрыми. Он нас красиво одевает. Он заботится о нас. И знаете, что меня восхищает в нем? Что Он пошел на небеса, Он на небесах, но обещал заботиться о нас на земле. Во всем. И мы поклонимся Ему. Попросим у Него, чтобы Он дал нам мудрости, вести здоровый образ жизни и любить себя. Дорогой Господь Иисус, мы благословляем Твое Святое Имя. Мы так благодарны Тебе, что Ты учишь нас таким простым практическим вещам. Мы просим Тебя, дай нам мудрости, дай нам здравомыслия, дай нам сил. Всегда быть здоровыми, грамотно питаться, знать, как вести этот здоровый образ жизни. Дай нам любовь к спорту, дай нам любовь к красоте. Научи нас, Господи, быть достойными Тебя. И мы хотим поклониться Тебе, прославить Твое Святое Имя. И знаем, Ты наш пастырь. Мы ни в чем не будем нуждаться. Ты заботишься о нас. А мы Твои дочери, мы Твои королевы. Спасибо Тебе. Поклонимся по имя Иисуса. Аминь. Господь, ты пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на значных пажутях, на значных пажутах. Ты покоишь меня на значных пажутах. Ты покоишь меня на значных пажутах. Пожутся к полным тихим. Пожутся к полным тихим. Пожут меня. Где бы я ни шел, Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла. Твой жест и твой посад Успокой от меня. Где бы я ни шел, Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла. Твой жест и твой посад Успокой от меня. Господь, Господь, Наш небесный и твой посад, Твоей дочери, Собравься вместе, Не буду лучше, Когда ты здесь рядом с нами. Когда твой дух святой Касается нашего сердца, Все вокруг перестает существовать. Ты наш мир, Ты наш покой, Ты наша радость, Ты все во все. Ты тот, кому мы можем обратиться, Папочка. Ты тот, кому мы можем воззвать, Всемогущий Отец. Ты тот, в руках находится все, И ты можешь решить Абсолютно любую ситуацию. Спасибо тебе, Господь. Мы так готовились к этой конференции, Как Марфы. Мы все готовили, Мы так старались. Но сейчас время, Когда мы, как Мария, Сели у твоих ног, Для того, чтобы слушать тебя, Для того, чтобы насладиться общением с тобой, Наш Царь и наш Господь. Ты пастырь мой, Я ни в чем не буду ждаться, Ты покоишь меня На плачных поживьях, Водом тихим Водишь меня О, мой Господь, 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 Ты пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться, Ты покоишь меня На плачных поживьях, На плачных поживьях, Водом тихим Водишь меня Где бы я ни шел, Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла, Где бы я ни шел, Ты всегда со мной, Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла, Твой жест и твой посад, Успокой от меня, Мой Бог, Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла, Где бы я ни шел, Ты всегда со мной, Где бы я ни шел, Не убоюсь я зла, Твой жест и твой посад, Наша жизнь находится в Твоих руках, Мы твои дети, Ты знаешь наш вход и выход, Ты знаешь в нашей жизни абсолютно все, Мы здесь для того, чтобы учиться от Тебя, Для того, чтобы Ты прикоснулся к нам И совершил Твои чудеса в нашей жизни, Мы просим Тебя, Господь, Как Ты пришел в этом поклонении, Будь с нами во всей этой конференции, Учи, наставляй, изменяй, Совершай Твои чудеса В нашем духе, душе, теле, В нашей семье и в нашей жизни Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие сестры, Давайте мы вот в таком благоговении Присядем. Так хорошо быть в Божьем присутствии, Так хорошо, когда наш Господь, Наш Отец с нами. И я хочу для слова Пригласить на эту сцену Чудеснейшую, прекрасную сестру, Очень красивую женщину, Замечательного служителя, Добрую, любящую, заботливую маму Шестерых детей. Пятеро – это ее родные дети, И одного ребенка они с мужем усыновили. Чудесного служителя и жену Епископа из Крыма Светлану Прибищук. Давайте поприветствуем ее. Сестра Светочка, проходите, пожалуйста. Нам так приятно, что вы приехали Послужить нам. Пусть Бог благословит вас, А мы слушаем. Слава Богу! Вы знаете, на самом деле Мне очень приятно быть здесь, Только даже потому, что Мы во Христе одна семья. Правда? Здорово так. Куда не приедешь, В какой город не приедешь, И найдешь церковь, Ты понимаешь, что это родные сестры, Родные братья. Даже друг другу скажите, Ты моя сестра. Вы знаете, это так приятно. Правда. Ведь мы одна семья. Это замечательно. Просто замечательно. И знаете, я тоже вот сидела и слушала, Столько слов было сказано. Да, Господь дал нам это время. Правда. Это время не зря. Вы готовились, мы готовились. Каждая из нас, мы собирались сюда. Как-то готовили свои сердца. Правда? Как-то готовили, может быть, Свои чемоданчики. Как-то готовили свои тела, Свои наряды, что-то еще готовили. Но мы внутренне готовились для чего? Наверное, не только для того, Чтобы увидеть друг друга. Правда? Но в первую очередь прийти к тому, Кто что-то хочет сказать нам. Потому что каждый из нас, Мы нуждаемся в этом слове. Правда? Я точно такая же, как и Вы. Я тоже бывает грущу, Бывает унываю, Бывает руки опускаю, Бывает боюсь, Бывает улыбаюсь, Бывает смеюсь, Бывает ободряю, А бывает меня ободряют. То есть мы все одинаковые. Правда? И мы все нуждаемся, Как в друг дружке, Точно так же мы нуждаемся и в Господе. И поэтому Бог пришел сюда давно уже. Он ждал каждую из нас. Правда? И вот сейчас подумай, Вот просто сидя сейчас, Тихо, просто подумай. Бог рядом с тобой. Он хочет сказать именно тебе. Что Он хочет сказать? Он знает. Он знает твое сердце. Он знает, какая ты. Правда? Он знает все, что есть у тебя. Он знает твои боли. Он знает твои трудности, Твои проблемы. Может быть, ты приходишь перед Ним И не можешь какие-то, Ну вот, какие-то ситуации, Не видишь выхода. Ты не знаешь, как из них выйти. Но у Него есть ответ. Может быть, Он придет завтра. Может быть, что-то сегодня ты услышишь И отложишь в сердце, А через какое-то время Ты возьмешь это, Применишь, И ты увидишь, как оно сработает. Правда. Я сегодня хочу поделиться Небольшим таким словом, Может быть, Которое прошла сама. Это слово, Которое я приобрела В личных отношениях с Господом. И что самое первое, Я хочу сказать, Сестричке, Каждый из нас, Мы нуждаемся в Нем. В отношениях с Ним. Не просто так, Чтобы мы приходили на служение. Не просто, Чтобы мы от кого-то Что-то слышали. Но когда мы в тайных комнатах Находим время для Него, Для нашего прекрасного, Перед которым мы можем поплакать, Которому мы можем рассказать все. Знаешь, Если в твоей жизни, Может быть, Отец обижает тебя, Ну, ты являешься дочерью, И он обижает тебя. Может быть, Никогда не говорил тебе Никаких добрых слов. Может быть, Ты жена, И никогда от мужа Не слышала похвалы. Ты знаешь, Господь, Он говорит много слов. Вы знаете, Вот в этой книге Написано все, Что Бог хотел сказать Каждый из нас. Эта книга полная любви, Полное ободрение, Полное вдохновение, Полное того, Чтобы указать нам путь, Правда? Чтобы направить нас, Чтобы показать, Куда идти, Куда двигаться. И это очень замечательно, И это очень здорово. И однажды, Когда я так же, Вот, Ну, Где-то, Может быть, Грустила, Ну, Где-то так, Знаете, Был тоже период такой, Когда я нашла в Слове Божьем Местописание такое, Которое говорит, Знаете, Наверное, Вы сестры, Там говорится так, Для мужей наших говорится, Утешайся женою юности твоей. Знаете, Это местописание? И однажды, Когда мне было очень тяжело, Так грустно, Ну, Вот, Мне хотелось, Чтобы кто-то утешил. Ну, Как-то вот я ожидала от человека это все-таки. И вот это местописание так просто вот ранило мое сердце. И я подумала, Да, Хорошо мужьям. Им, Видите, Как здорово написано, Да, Утешайся женою юности своей. Хорошо, Когда у них есть жены, Они могут нами утешаться. А мне? И сидела вот так вот, Знаете, Как, Вот, А кем мне утешаться? И Господь четко в сердце проговорил. Знаете, Где? Знаете, Что? Давайте мы с вами откроем. Это притчи, Ой, Это псалом, Извиняюсь, 36-й. Четвертый стих здесь говорит так. Утешайся Господом, И Он исполнит желание сердца твоего. Вы знаете, Куда все ушло? Куда ушла эта тяжесть? Я просто села и стала разговаривать с Ним. Я поняла, Что Господь, Он мой первый, Кто может слышать меня. Тот, Который может сказать мне. Тот, Кто ободрит меня. Он знает, Что у меня. И Он знает, Как выйти мне навстречу. И Бог стал кое-что мне показывать. В тот момент жизни, Это начальный период моей семейной жизни, Бог показал мне очень интересную картину. Он показал мне корабль, Я поделюсь с вами, И может быть, Вы тогда поймете. То есть, Почему корабль? То есть, Он мне показал, Что семья подобна кораблю. Вот смотрите, Когда мы заключаем завет друг с другом, То есть, Жены заключают завет с мужьями, Мужья с женами, Когда образуется новая семья. Это все равно, Что построился новый корабль, И он, Его поставили на воду. Правда? И вот впереди него что? Открытое море. И он выходит в плавание. На борту этого корабля есть кто? Главный, ответственный, И понятно, Что есть кто? Помощник, Правда? Ну и остальных мы пока считать не будем, И говорить за них пока не будем. Они потом появляются со временем. Ну, за главных двух, Правда? Мы же жены тут, Ну, женщины, Да? Вот. И вот смотрите, Что оказывается, Наша семья, Она подобна кораблю. И вот она выходит в море. Для чего она выходит в море? Для чего корабль выходит в море? Если всю жизнь корабль, Просто носится по волнам, По морю, То смысл этого корабля? Какая цель у корабля? Корабль должен иметь какую-то цель. Он должен прийти к какой-то цели. Он должен иметь направление, Куда двигаться. Правда или нет? Ну, правда. Он выплывает в море. Так вот, наша жизнь, Это как вот это море, Которое бывает и тихое, Бывает и бурное, Правда? Бывают ночи, Бывают дни, Бывают рифы, Бывают скалы, Бывает мель, Правда? То есть бывает все, Ветер бывает, Бывает штиль, Тихо и хорошо, Бывает солнышко. Это наша жизнь. И когда мы с вами начинаем эту новую жизнь, Семейную жизнь, Мы выплываем, Мы отправляемся с вами в открытое море. Куда мы плывем? Какое направление мы имеем? И знаете, Господь в мое сердце положил такое понимание, Что главный на корабле кто? Муж, Правильно. Ну мы сейчас не берем Господа, Господь правда, Без Него никуда, Правда? На самом деле, Муж глава семьи, И Бог так говорит, Это желание Бога, Он глава семьи. И муж имеет определенное предназначение, И направление, Которое Бог влаживает в его сердце. На самом деле, Это так. Бог говорит, Что Он сотворил, Помните в бытие, Бог говорит о том, Что Он сотворил первого человека, Да, мужчину, А затем что? Он посмотрел, И не нашлось кого? Помощницы не нашлось. Мы знаем, Что было плохо, Бог сказал, Что плохо одному человеку, И что Он сказал? Сотворим помощницу. То есть не нашлось помощницы, И Он сотворил. Но кого Он сотворил? Там не написано, Что Он сотворил командира, Главу, Или капитана корабля. Он сотворил помощницу. И вот созданы эти двое, Которые есть тоже на корабле, Главный капитан, Да, И помощник его. И смотрите, Какие ситуации бывают. Я почему об этом говорю, Потому что, Ну, хочется вас ободрить, Во-первых, Чтобы вы немножко посмотрели На свою жизнь, И увидели, В каком состоянии вы находитесь. И вы шли из этого состояния, Если это неправильное состояние. Если оно правильное, То утвердились, И дальше шли, И других учили. Мы можем на самом деле Быть в разных состояниях, И мы можем этому кораблю Помогать идти в правильном направлении, Правда, Нашему капитану? Либо что делать? Мешать, Правда, Не бойтесь этого слова, Мешать. И вот я хочу сегодня, Чтобы мы поговорили О трех состояниях жен, В которых мы бываем. Хорошо? Три состояния жены. Может быть, Они немножко будут для вас звучать Так для ушей резко, Но для меня они, Ну, понятные и четкие. И поэтому я буду их так вот называть, Как для меня Господь показал просто это. Первое, Это когда Такое состояние жены Палка в колесе. Сейчас мы с вами поговорим. Знаете, У мужчины, Мы согласимся с вами с тем, Что на самом деле У мужчины есть призвание. Правда? Правда? И когда мы с вами Заключаем завет с ним, То есть мы решаем Образовать семью. Вот девочки молодые, Которые здесь еще не в браке, Да, еще, Ну, вы только думаете об этом, У вас в будущем еще будут семьи. Пожалуйста, Не просто выходите замуж. Узнавайте, Что есть у парней, Какая у него есть цель, Какое есть предназначение. И готовы ли вы Стать ему помощницей, Стать ему той, Которая будет рядом, Чтобы помочь, Чтобы дело Божье, Оно состоялось. И вот смотрите, Когда у мужа Есть велосипед, Ну, допустим, Колеса, Которые крутятся, Он может ехать. Но когда палка Есть в колесе, Скажите, Легко ехать? Ужасно тяжело. Просто невозможно движение. Так когда же это бывает? Иногда мы бываем эгоистичны, Когда мы, знаете, Хотим, Чтобы все вертелось вокруг нас, Чтобы наши мужья Сидели с нами. Чтобы, Ну, потому что вот нам хочется, Чтобы вот постоянно С нами целый день гуляли, Ну, нам так хочется, Чтобы там, Ну, вот ходили с нами По магазинам целыми днями, да? Там, ну, вот чтобы много-много-много Времени уделяли мне любимой. Правда? Ну, не секрет. Но так и у меня когда-то было, да? И однажды, Когда мой муж сообщил мне, Что Бог призывает его На служение пастора, Я где-то, я понимала, Мне казалось, Что я понимаю, На что я иду, Но в процессе, После того, Как я стала жить И служить в этом, Вместе с ним, Я поняла, Что я мало что понимала. И когда Бог его призвал, И он поделился со мной, Ну, я дала согласие, да. Но когда мы начали жить, Я поняла, Что это значит. Это значит во многих вещах Умирать для себя. Это значит отдавать его церкви. Это значит отдавать его Делу Божьему. На самом деле. Это не означает, Что ты отдаешь его полностью И всецело, И ты его не видишь, Не слышишь и все. Нет, нет. Если мы сестры мудро поступаем, Поверьте, Мы стоим в правильном положении, Господь мудрости дает и мужьям. Они рядом с нами, Таких жен они любят, Таким женам они уделяют время И находят обязательно время. Это правда. И вот поэтому пришлось где-то, Я даже помню такой момент, Когда я даже Данилу сказала, Говорю, Ты знаешь, У тебя две жены, Церковь и я. Ну где-то, знаете, В миру говорят машина, Жена и машина. А получается нам, Вот у кого служителя мужья, Церковь и я. Но потом я поняла, Что тут не стоит конкурировать абсолютно. Мы в одной упряжке, Мы в одном деле. Это здорово, Когда понимаешь и делаешь, И служишь, И стоишь рядом. Когда ты тоже являешься помощницей Рядом вместе с ним. Так вот, Когда мы не эгоистичны, Когда мы не думаем только за себя, Но мы готовы на самом деле посвятить мужа, Отдать его где надо. Знаете, Как взять на себя детей, Взять на себя, Может быть, Какую-то домашнюю работу, Ну что-то по дому, Где-то что-то. То на самом деле, Мы высвобождаем своих мужей Служить и исполнять дело Божье. Тем самым, Поверьте, Мы участвуем в этом деле Божье. Знаете, Когда у нас родились дети, А я до того, Как мы встретились с Данилом, Я пришла к Господу, Он у меня с детства верующий получился, Из верующей семьи, А я 18 лет покаялась. И служила Господу во всех служениях, Мне нравилась эта жизнь, Я любила Господа, Он был для меня все. Это был мой друг, Это был мой жених, Но это было все. Я ходила на все служения, Все, что я могла только нести, Я могла. Я несла. И вот тут он встречается, И значит, Наши хорошие отношения, И у нас рождается семья, Затем рождаются дети, Соответственно, Он куда? Затем он несет служение пастырства, Я не могу уже столько времени Посвящать служению. И передо мной стал вопрос, Или я бегаю опять по этим служениям, Продолжаю, да? Я могла ведь сказать, Ну, Данил, знаешь, Я служила, Мне это нравится, И я хочу продолжать, Ну да? Заявить так. Нет, я стала понимать, Что я должна его отдать на служение, И часть вот этой работы в доме Взять на себя, Потому что это тоже служение. На самом деле, Когда ты служишь детям, Когда ты создаешь в семье мир, Хорошую атмосферу, Туда, куда муж хочет идти, Когда он приходит, Пусть даже уставший, Но он идет домой, А не куда-то, правда? Пусть даже он падает на кровать И засыпает, И может быть не находит для тебя Времени выслушать тебя, А у тебя за целый день Столько накопилось, Тебе хочется, Вот он зайдет, И тебе кажется вот сядет, И я ему все выпалю, да? С утра и до вечера, Что случилось? А он хоп и вырубился, И ты слышишь только, Как он храпит. Было и в моей такой жизни. И знаете, такая обида подступает, И слезы подступают. Но знаете, Ведь он пришел домой, Он просто устал, Он найдет потом время, И ты если мудрая, Ты найдешь тоже возможность сказать, Во-первых, вкратце, да? Если что-то надо лишнее, Поговори с подругой, С хорошей подругой обо всем. А еще с Господом можно поговорить. Ну правда, Не обязательно же мужа делать Той подружкой, Которой все-все-все выливать До мелочей, правда? Потому что, ну так, Я не знаю, Как тогда они предназначение свое Будут выполнять и служить. Если они 24 часа в сутки, Только нас будут слушать, да? Вот. Поэтому это есть какая-то часть наша. И я хочу вот привести такой пример, Может быть, Вы тоже есть в вашей жизни. У нас в церкви есть одна семья, Хороший служитель, правда, Брат чудесный служитель, Замечательный, Одаренный, С таким хорошим положением сердца, Прекрасный брат. Вы знаете, Он служил, Он давно служил, Был в церкви, Очень хороший брат, Правда. Но, вы знаете, Что-то случилось, И оказывается, Позже мы узнали, Что жена, Она просто не хотела, Чтобы он столько много времени Проводил в служении. На самом деле, Когда мы учимся, Молодые, да, Когда вообще мы начинаем, Знаете, Покаялись и начинаем служить, Мы иногда, конечно, Перегибаем палку, Мы много времени, Ну, в служении, да, Находимся, может быть, Запускаем свои дома или что-то, Но ничего, Если мы с Господом, Мы выравниваемся, Слава Богу, За лидеров домашних групп, Куда мы ходим, правда? Потому что они помогают нам выровняться, Этот баланс, Чтобы у нас появился. И вот так же у них возник такой момент, Когда жена, Она просто не захотела, Чтобы он много времени проводил. Она стала его просить, Чтобы он был дома. Затем там, ну, Начался у них еще разные бытовые дела, Бытовые разные, 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 Чтобы деньги приносил, И так далее, И так далее. И он ради семейных отношений, Он стал все меньше и меньше Быть в служении, Отказался от служения, Затем перестал ходить в церковь. И на данный момент полностью Вся семья, Ни отец, Ни мать, Ну, то есть, Ни муж, Ни жена, Ни дети, Они не ходят на служение. Это очень жалко, Очень плохо, Это очень тяжело на это смотреть. Поэтому от нас очень многое зависит, Правда, В каком положении мы с вами жены. И другой момент, Это тоже, Когда мы палкой в колесе можем быть, Когда женщина может властвовать. Знаете, Мы с вами разные. Иногда, Ну, Не иногда есть женщины такие, Которые мы, Ну, Не мы, Да, Или мы, Пусть будет так, Да, Мы любим командовать. Вот мы любим так, Чтобы по-нашему там было. Вот сказали и сделали, И мы уверены, Мы до брака, Мы были такие, Потому что мы сказали, Было сделано, Это было правильно, Мы все проконтролировали. И тут мы уже живем в семье, Да, У нас есть муж, А еще, Знаете, Когда попадается так, Что муж, Он такой более пассивный, Да, Ну, Не особо у него что-то получается, А у жены все схвачено, За все заплачено. Она по счетам может оплатить, Она везде может договориться, Везде прозвонила, Все, Сделала, Все, Она на коне. И она считает себя кем? Главой, Честно, Не бойтесь этого слова, Правда, Она считает, Что все, Она ведет, Она у руля, Понимаете? Но ведь муж так не сказал, Нигде в Библии не сказано, О том, Что если ты имеешь такие способности, Чтобы ты села на коня, Или взяла управление, Свои, И, Пожалуйста, Управляла, Там была у руля, Нет, Нет, Ни в коем случае, Ты не глава, Ты помощница, Если ты можешь что-то делать, А твой муж не может, Помоги ему подняться, Помоги ему, Уведь в нем какие-то хорошие качества, Помоги ему состояться, Похвали его в чем-то, Где-то, Может быть, Сделай вместе с ним, Ну скажи, Как это здорово у тебя получилось, Помоги ему, То есть, Если у тебя хорошо получилось, Помоги ему подняться, Чтобы он на самом деле Почувствовал себя лидером, Это так здорово, Правда, Поэтому мы можем, Еще раз, Да, Повторюсь, Это тогда, Когда мы эгоистичны, Мы можем быть палками в колесах, Да, Когда мы вокруг себя все крутим, И это тогда, Когда мы властвуем, Или, Может быть, Еще, Я помню, Одну семейную пару, Которая тоже приходила к нам часто домой, И я наблюдала так, Как, Как жена, Просто зная отрицательные, Какие-то минусы своего мужа, Она просто высмеивала, И унижала его, В присутствии других, Это так было неприятно, И муж ради, Послушайте, Ради того, Чтобы сохранить семью, Потому что были дети, Ради того, Чтобы семья сохранилась, Он терпел эти унижения, Я не знаю, Он не знал своего призвания, И вообще он забыл уже о своем призвании, Он просто хранил семью, Он просто хранил эти какие-то, Вот я не знаю, Какие отношения, Понимаете? Насколько многое зависит от нас, Поэтому ни в коем случае, Ни в присутствии других, Мы, Ну, Никто не знает, Правильно? Минусы, Как только жена, Своих мужей, Мы же знаем, Правда? Поэтому мы даны для того, Чтобы помочь, Найди в себе плюсы, Чтобы покрыть, Правда? Чтобы помочь, Если он не умеет договориться, Пойди ты, Да? Если он что-то другое не умеет, Ты можешь сделать, Сделай, Но не присваивай это себе, Пусть это будет от вашей семьи, Пусть это от него будет, Сделай это мудро. Второе, Это такое состояние, Я его назвала так, Моя хата с краю, Ничего не знаю. Сейчас я расскажу, Почему. Иногда такое состояние приходит к нам, Знаете, Когда? Когда мы терпим много обид, Вот со стороны мужей своих. Нас обидел он там, Вот как-то не выслушал там, Может быть, мы, знаете, Он какое-то служение несет, Мы там ему посоветовали, А он отверг совет где-то, Или как-то вот, ну, Пренебрег к нами, И мы так хоп, Обиду затаили. И когда это много-много, Мы уже, знаете, Занимаем такое положение, Что, ай, Ну и делай свое дело сам, А я буду себе спокойно А то растить детей, Свои дела делать по дому, И будем жить, знаете, Под одной крышей, Тихо, спокойно и мирно. Этот мнимый мир, Знаете, мы думаем, Что мы сохраним этот мнимый мир. Вот так вот, Когда мы храним, Но это тоже неправильно, Потому что, Мужья наши, Они те же человеки, Они тоже, К сожалению, Человеки, И у них тоже есть недостатки, Понимаете, Они тоже могут ошибаться, И мы для них даны, Не для того, Чтобы эти недостатки Видеть и оголять, А для того, Чтобы помочь, И не для того, Чтобы промолчать, Если, может быть, Ты видишь, Что твой муж, Например, Групп, В каком-то служении, Он грубо относится с людьми, Поговори с ним дома, Просто поговори, Скажи, Знаешь, дорогой, Мне кажется, Ты очень груб с людьми, Не надо, Они отвернутся от тебя, И ты сам удалишься, Ты удалишь их от себя, Как-то, может быть, По-другому поступи, Понимаете, Он где-то прислушается, Где-то поймет, И вы незаметным образом, Никто этого не будет знать, Но вы поможете ему, И он снова пойдет, И он сможет дальше Выполнять свое призвание, Правда, Предназначение, А вы вместе с ним, Итак, Есть еще такое, Вот, знаете, Состояние, Когда жены Слепо повинуются мужьям, Я не знаю, Слышали вы такое выражение? Вот иногда Жены, Которые не лидирующие, Они выходят замуж За таких лидеров, И вот им так хорошо Повинуйтесь своим мужьям, Написано, И они так хоп, Лапки, знаете, Сложили, Что бы муж ни сказал, Я буду делать, И иногда бывает Такое опасное состояние, Когда мужья в церкви Или на работе, Неважно где, Они неправильный курс Выбирают, То есть, Может быть, Они начинают бурчать, Может быть, Где-то недовольными быть, Может, Где-то роптать, Может быть, Что-то на лидера нести, Да, Ну, что-то, Вот, какой-то Чуждый огонь Такой приходит, И вы, Как жена, Вы видите это, Ну, знаете, Как, Да я за мужем иду, Ну, вот, Он мне так сказал, Ну, вот, Как он делает, Как, Ну, он муж, Он глава, И я за ним, Нет, дорогие мои, Господь дал нам мудрость, И он хочет, Чтобы мы были мудрыми, Тем более, В Слове Божьем написано так, Если слепой ведет слепого, То что? То оба упадут в яму, На самом деле, Это страшно, Поэтому, Когда мы, Как жены, Видим, Если наши мужья Где-то ошибаются, И немножечко с курса съезжают, Что нам нужно делать? Нам нужно молиться, 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 И где-то мудро, Очень, Тихонечко, Может быть, Где-то говорить, Может быть, Посоветоваться с лидером, Может быть, Вам с женой пастора Посоветоваться, Где-то с каким-то служителем, Понимаете? Но ни в коем случае Не позволите Не пустить на самотек, Чтобы ваша семья, Вот этот корабль, Знаете, Это когда, Если так сравнить, То это когда, Допустим, Капитан, Ну или вот тот, Кто главный, Да, на корабле, Он отпустил вот этот руль, Ну он не в состоянии, Например, И вы тоже, Вам все равно, Куда поедет, Поплывет ваш корабль, Непонятно куда, Будут бури, Он будет носиться, Правда? Он может попасть на рифы, Которые разобьют его, Правда? И погибнет ваша семья, Правда? Это на самом деле Очень страшно, Я знаю, Может быть, Даже вот, Ну так, Я пример тоже Из жизни приведу, У нас тоже была Одна семья, Тоже прекрасные служители, Вдвоем служили, Муж тоже служил, Отличный был, Но затем он Немножко позволил лукавство, Стал лукавить в служении, Об этом не знал никто, Кроме жены, Жена ничего ему не говорила, Ну, просто вот, Ну, он же глава, Наверное, так, Хотя она потом призналась, Что она замечала эти вещи, И потом поняла, Что, наверное, Надо было говорить, Не наверное, А говорить надо было, И получилось так, Что он начал уходить все в сторону, И в сторону, Но она молчала, И я скажу, Что на данный момент, На данный момент, Семья полностью разбита, Он ушел в сослужение, Он ушел из семьи, Он оставил семью, Они в разводе, Полностью ушли, Полностью ушли из церкви, Это жутко, Корабль полностью разбитый, Понимаете, На самом деле, Где та помощница, Которая должна была в тот момент, Когда муж не убодрствовал, Просто встать, может быть, У руля на время, Понимаете, Не в том плане, Что забрать его погоны, Но встать в этот момент, Чтобы корабль никуда не свернул, Чтобы корабль никуда не унесло, Другой пример мы можем Просто взять с вами, Помните, Деяние апостолов, Анания и Сапфира, Помните эту пару, Ведь смотрите, Это хороший для нас пример, Они оба согласились, О чем они согласились, Они хорошее дело сделали, Они продали имение, Тогда многие продавали И приносили к ногам апостолов деньги, За которые продавали имение, И они тоже продали, Но часть скрыли, И договорились, Что давай мы принесем Другую часть и скажем, Что за это мы продали, Помните этот момент? И они так и пришли, Пришел сначала один, Я не знаю, Чья эта идея была, Но я понимаю четко, Что кто-то из них один, Кто подал идею, То второй, Он не убодрствовал, Он согласился, Согласился в грехе, И что получилось? Сначала умер один, Потом погиб другой, Правда? Тут же, Поэтому нельзя, На самом деле, Господь, Почему и любит нас, Почему он и выбрал нас помощницами, И вот третье состояние, Состояние это помощницы, Славы мужа, Благословение для мужа, Вы знаете, Какое благословение, Когда, Ну я думаю, Что здесь есть такие жены, Которые знают, Что муж, Он просто, Ну на самом деле, Готов вас сносить на руках, Потому что то, До чего вы дошли, То, Какими вы сейчас являетесь, Для него это просто подарок, Для него это просто благословение, Правда? И почему я назвала это, Три состояния, Потому что, Состояние, Это непостоянное, Это то, Из чего мы можем выйти, И прийти в другое состояние, Правда? То есть, Если ты находишься в первом состоянии, Или во втором, Ты можешь, Если ты понимаешь, И не хочешь в нем оставаться, Ты можешь просить у Господа, И мы будем сейчас об этом молиться, Ты можешь выйти из этого состояния, И попросить у Господа, Чтобы прийти в то правильное состояние, Состояние помощницы, Жены, Которая будет рядом с мужем, Которой вы будете вдвоем, Вы будете делать оба вместе, Одно дело Божье, И ваш корабль дойдет, Придет в ту тихую гавань, Где будет вам награда обоим, И это будет благословение Не только для вас двоих, Это будет благословение Для всей вашей семьи, Это будет благословение Для людей, Которые с вами рядом, Это будет благословение Для ваших детей, Правда? Потому что это Бог обещал, И я хочу вас ободрить тем, Что Бог, Он поэтому и с нами, Он рядом с каждой из нас, Поэтому Он хочет, Чтобы мы приходили каждый раз В эти тайные комнаты, Мы искали Его лица, Тогда, когда мы ошибаемся, Тогда, когда мы неправильно поступаем, Может быть, Когда мы властвуем над своими мужьями, Или наоборот, Мы молчим в каких-то ситуациях, Чтобы мы, понимая эти вещи, Мы приходили в тайные комнаты, К нашему дорогому Господу, И говорили, Боже, прости, Дай мне силы, Дай мне любви, Дай мне время, Дай мне понимание, Как это сделать? Знаете, иногда надо промолчать, А иногда надо и сказать, Но сказать нужно с любовью, И жены, как никто, Знают, когда мужьям говорить, Правда? И как говорить, Правда? Чтобы это было сказано с любовью, Чтобы это было сказано Не в укор, Ни в коем случае, Не в унижение, Но как совет, Как поддержка, Понимаете? Как слова той, Кто хочет помогать и идти рядом, Да? Давайте мы с вами сейчас помолимся просто, Помолимся о том, Что если вы, Вот понимаете, В каком вы положении, Сейчас в состоянии находитесь, И вы хотите, Чтобы ваш корабль дошел, Чтобы он не был разбит, Попросите сейчас у Господа, И дома, Когда вы будете тоже, Отдельно встречайтесь с Ним, Он там везде, Он здесь сейчас, И Он там, Но я знаю, Что неспроста мы сейчас с вами здесь, Каждая из нас, И Он здесь, Боже, мы благодарим Тебя, Наш великий Господь, Ты наш руководитель, И нам не к кому больше приходить, Как только к Тебе, Боже, Кто нас утешит, Кто нас поймет, Это Ты, Дорогой наш Папочка, Ты отец наш, Ты друг наш, Ты Господь наш, Ты утешитель наш, Советник наш, Господь, И даже тогда, Когда мы без мужей, Боже, Ты говоришь в слове своем, Что я муж Твой, Боже, Спасибо Тебе, Ты не оставляешь одиноких, И Ты не оставляешь тех, Кто в браке, Боже, Спасибо, Ты всегда рядом, Спасибо, Ибо Царь и Бог, Но мы хотим сейчас прийти пред Тобою, Ты видишь сердце каждой из нас, Ты видишь наши горе, И боль Божия, Ты видишь, Может быть, Те слова, Которыми мы ранили своих мужей, Господь, Которыми мы, может быть, Препятствовали для того, Чтобы они и мы вместе шли в Твоем предназначении, В том, Что Ты положил нашим мужьям в сердца, Господь, А может быть, Кто-то из сестер здесь есть, Кто уже давно молится за своего мужа, И он никак не может прийти к Тебе, И это всего лишь причина в ее поведении, Господи, Просто ей нужно поменять отношения, Пожалуйста, Дух Святой, Скажи об этом, Скажи Ты, Помоги, Ты помощник, Мы каждое нуждаемся в Тебе, Мы нуждаемся, Чтобы Ты руководил нами, Чтобы Ты направлял, Господь, Чтобы каждый из нас в сердце Ты давал четкое понимание, Для чего Ты нас создал, Для чего Ты нас призвал, Господь, Где наше место? Боже, Вложи наши сердца Нежность и любовь, Господь, Вложи мудрость, Боже, Чтобы все, Что есть от Тебя, Оно было в нас, Господи, Сотвори из нас Из тех женщин, Которых Ты хочешь видеть, Чтобы, Глядя на нас, Ты любовался, Ведь однажды В Эдемском саду Ты сказал, Когда сотворил женщину, Весьма хорошо, Господь, Чтобы мы были теми, На которых посмотрят, Ты сказал, Весьма хорошо, Господь, Мы стремимся к этому, И мы хотим, Боже, Спасибо, Что Ты пришел сейчас сюда, Что Ты здесь, Чтобы помогать, Спасибо, Наш Царь, Спасибо, Наш Бог, Спасибо, Дорогой, Мы принимаем сейчас, Принимаем сейчас от Тебя, И лекарства, И исцеление, Господь, Боже, И может быть, Обличение, Мы все принимаем от Тебя, Господь, Мы хотим, Чтобы Ты учил, Мы хотим, Чтобы Ты вел, У нас нет больше другого, Кроме Тебя, Только Ты, Слава Тебе, Спасибо, Дорогой, Спасибо, Что Ты рядом, Спасибо, Спасибо, Наш чудный, Спасибо, Наш славный, Спасибо, За огромную любовь, Которой окутываешь Ты, Каждую из нас, И при этом всем Ты говоришь, Я люблю Тебя, Спасибо, Дорогой, Спасибо, Что находишь время для каждой из нас, Спасибо, Что у Тебя есть время для нас, Что Ты никогда не занят, Все 24 часа в сутки Ты можешь слышать, Господи, Может быть, Сейчас какая-то сестра стоит с болью, От того, Что муж не в состоянии слышать ее, Может быть, Какая-то дочь здесь стоит, У которой отец не выслушивает ее, И не хочет слышать, Но пусть придет ей понимание, Что Ты отец, И Ты тот, Который друг, Который всегда готов слышать, Ты всегда рядом с ней, Ты сядешь рядом с ней, Ты расскажешь, Ты выслушаешь, Ты Бог, Который обнимешь, Боже, Спасибо, Боже, Спасибо, Что мы имеем такого великолепного Господа, Слава Тебе, Слава Тебе, Дорогой, Боже, Спасибо, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе и хвала, Аллилуйя, Господь, Аллилуйя, Аминь, Знаете, Скажите друг другу, Что у Тебя есть чудесный Бог, Который всегда хочет слышать Тебя, Скажите друг другу, Слава Богу, Дорогие сестры, Давайте мы поприветствуем нашу сестру Светлану, Спасибо вам огромное, За такое великолепное слово от Бога для каждой из нас.